Степенем свободы, зависимость, тепло-юркость, газ, а температура. Так, ну я вроде все вроде уже сказал, значит перескакиваем на 17-е. Там вопросов больше нет. Я сказал больше, чем надо. Я существовал. Вот при том дефиците времени, на котором я сказал, все это не удастся вам изложить. В этом мире выбирает только самое главное. Итак, фазовые переходы, уравнение Компирона-Клаусиса, диаграмма состояния. Ну это, другими словами, фазовая диаграмма. Итак, уравнение Мандербальца на качественном уровне предсказывает существование фаз. В рамках уже этой модели появляются по крайней мере две фазы. Фар или газ и жидкая фара. Я рисовал соответствующий изотермик. Для того, чтобы привести в соответствие изотермик реальными изотермиками, для того, чтобы довести тут соответствия между реальными изотермиками, изотермиками и изотермиками газа ландерасия, мы используем с правилом лаврова, я сказал. То есть, срезают вот эту паденку и вершинки, но, образом говоря, таким образом, чтобы вот эти площадочки были одинаковыми. Вот этот участок соответствует фазовому переходу пар-жидкость. То есть, здесь у нас пар, не газ, а здесь жидкость. То есть, можно показать, на экзамене делать это не стоит ни следует, что известным вам условием равновесия фаз, значит, P1, R2, R2, скажем, P1 это жидкость, а P2 это, например, газ. Это механическое равновесие, то есть силы должны равняться. Термоналлическое равновесие, если температуры не равны, то у вас с них будут тепловые потоки, такое состояние не является равновесным. Ещё надо добавить третье условие. Правильность химпотенциала. Химпотенциал, я напомню, определяется под потенциалом гипса, или свободная этапия, поднесенная числу к одной молекуле. Ну, иногда относят это на единицу массы вещества, тогда надо ещё поделить на массу молекул. Масса молекул тоже константа, поэтому этот принципиальный ничто не меняет. Значит, дефенциал потенциала, как мы узнаем, мы можем записать в виде S маленькая, это удельная, и минус V удельная на ДТ. Значит, на базовой диаграмме она строится в координатах P и P. Если вот эти, изотельные строятся в координатах P и P, то вот здесь используем координат P и P. И вот это самоказовый переход пар в жидкости. Значит, мы немножко меняем параметры, у нас тогда химпотенциал жидкости изменится на величину Дмю 1, пара или газа на величину Дмю 2. Но я этого не стану делать, поверьте, что это так, Дмю 1 равно Дмю 2. Можно пойти в новое состояние равновесия либо снизу над кривой фазового перехода, либо сверху, в котором здесь есть и положено. То есть мы имеем Дмю 1 равно Дмю 2. Это эквивалент потому, что минус S1 на ДТ минус V1 на ДТ равно В1 минус S2 на ДТ ДТ 1 равно ДТ 2 и ДП 1 равно ДТ 2 плюс V1 V2 на ДТ мы можем привести здесь подобное и тогда получим что в V1 плюс жидкость V1 и V1 и V1 и S1 V1 по первому закону термодинамики S2 минус S1 это есть Q делить на 3 плата фазового перехода вот в таком виде мы получили уравнение подгорода плавности по смыслу вот эта производная это наклон соответствующий ветви на фазовую генеральность ну в данном случае мы переведуем вот эту веточку которая заканчивается критической точкой еще раз подчеркиваю гипетических точек для данного вещества одна тройных точек может быть много не одна Q это удельная теплота фазового перехода она показывает какое количество энергии надо затратить на то чтобы например жидкость превратить в пар или наоборот какое количество энергии выделится при конденсации пара при превращении его в жидкость с евро в льгое в льгое Продолжение следует...